Ставший уже привычным формат онлайн-конференции, организованной российским историческим обществом, на этот раз объединил сразу несколько областей России. На связи были Липецк, Белгород, Воронеж, Тамбов. И этот список можно продолжать. Более 50 российских ученых, историков и политиков в ходе круглого стола по видеосвязи обсудили тему засечных линий. Стражевые посты и заставы появились на южных границах Руси еще в 9-10 веках. В лесных чащах подсекались вековые деревья, кроны которых загораживали путь вражеским всадникам. Ставились частоколы, насыпались земляные валы, обустраивались гарнизоны. В сентябре нам предстоит отметить 500-летие большой засечной черты, центром которой является Тульский Кремль. Как могла выглядеть засечная черта, хорошо видно на примере просветительского центра «Город-крепость Яблонов», который был воссоздан в Белгородской области в 2019-м. Большая засечная черта начала возводиться в России еще в 1520-х годах. Первая часть прошла от Рязани до Тулы и далее через Новгород-Северский, Путивль, Ценск и Пронск. Когда работа была закончена, оборонную линию с проверкой приезжал смотреть сам Иван Грозный. Вскоре была возведена и вторая линия, прикрывавшая подходы к Москве с юго-востока. Речь идет о единственных памятниках, в которых материализовалась защита южных рубежей Московской Руси, обеспечение безопасности огромных территорий, продвижение границ страны на восток. И мы сейчас, наверное, не в полной мере осознаем и масштабы угроз территориям, которые были заняты восточным славянством, и масштабы той работы, которую проделало государство для их защиты, обеспечения их безопасности. А в начале 17 века началось строительство Белгородской черты. Она предназначалась для защиты от набегов крымских и нагайских татар. Черта представляла собой систему естественных препятствий и специально построенных оборонительных сооружений – городов-крепостей, рвов, острогов и засек. Протяженность черты составляла почти 800 километров. На ней несли службу более 10 тысяч человек. Вопрос развития самого государства. Мы по этим линиям прослеживаем этапы его расширения, этапы его развития. Очень понятно, появляются многие термины, такие термины, как термин «Украина», который в понимании русского языка – это граница. Это определенные шаги политики российского государства. Мы понимаем, каким образом создавались опорные пункты, которые в дальнейшем давали возможность для таких активных действий и в отношении Османской империи, Крымского ханства, освоения территории Крыма. Действительно, последовательное расширение границ сопровождалось возведением все новых и новых засек. Появились Симбирская, Закамская, Исецкая и другие черты. В начале 18-го столетия эти оборонительные укрепления отвечали самым передовым требованиям европейской фортификации. Постройка каждой новой черты отодвигала границы страны на юг и на юго-восток, способствуя освоению плодородных земель и новых территорий, богатых природными ресурсами. Конечно, это является грандиозным историческим процессом, который должен получить свою оценку и в наглядных таких памятниках истории и культуры, которые граждане могут увидеть сами собой, своими глазами. И в учебниках истории, конечно, они есть, эти засечные черты, и в нашем историко-культурном стандарте, и в учебниках истории, конечно, они упоминаются. Но смысл их появления и что это сегодня значит для нас, он недостаточно раскрыт. Выработать предложение по изучению объектов Белгородской засечной черты 17 века и организовать по ним туристический маршрут поручил президент страны. Этой работой займется правительство и региональные власти при участии российского исторического общества. Соответствующее решение было принято на встрече Владимира Путина с общественниками в Усмане Липецкой области. На тему засечных черт тогда обратил внимание ученый из Липецкого государственного педагогического университета Александр Бессуднов. Концепция проекта предполагает разработку общего децентрального чернозема туристического маршрута, который соединит в себе целый комплекс объектов, авто, вело, пешие и водные маршруты, музеи, заповедники, заказники, парки, исторические города, достопримечательные места, усадьбы, дворцы и так далее. При этом речь идет о максимальном использовании имеющегося туристического потенциала и инфраструктуру. Добиться успешного продвижения на рынок наших турпродуктов, особенно если речь идет о въездном туризме, можно при условии объединения ресурсов и проводить работу всех областей региона, поскольку отдельно сделать это будет значительно сложнее. Так, объекты, связанные с засечными линиями, сохранились до наших дней более чем в 20 субъектах Российской Федерации. Сегодня остатки этих оборонительных сооружений представлены преимущественно памятниками археологии. Поздние оборонительные линии, например, на территории современных Самарской области и Республики Татарстан, конечно, сохранились лучше. При этом многие объекты по-прежнему не выявлены. Значительная их часть нуждается в сохранении. В противном случае эти территории могут просто застроить. Для меня предпочтительной является широкая интерпретация этого термина. То есть вся система оборонительных укреплений российского государства, которую возводили наши предки на южных и восточных рубежах нашей страны с 16 по 18 века. Это большое историческое наследие. Это труд десятков, сотен тысяч людей. И очень важно провести инвентаризацию, понять, чем мы располагаем на сегодняшний день. Понять, что уже изучено, а что необходимо еще изучить, что поставлено на государственную охрану, а что еще предстоит поставить. И все вместе подумать о том, как использовать туристический потенциал. В ходе работы будет создан полный реестр памятников, связанных с Белгородской оборонительной линией. Разработана их электронная карта и издан тематический альбом. Полученные данные помогут поставить дошедшие до наших дней части засечных черт под охрану государства и использовать в целях познавательного туризма. Служба информации Фонда Истории Отечества.